Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите новости от Skyway Capital, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В Берлине пройдет крупнейшая выставка в сфере транспорта InnoTrans 2018. В этом году на ней ожидается 130 мировых премьер в сфере транспортных технологий. Свои проекты представит и компания Skyway. Глобальная комиссия по экономике и климату выпустила объемный доклад, в котором указала на необходимость инновационного транспорта. Компания Skyway Capital продолжает развивать международную партнерскую структуру и рассказывать всем желающим о перспективах развития струнных технологий. Деловой журнал Office Live опубликовал интервью с генеральным директором проектной организации ЗАО «Струнные технологии» Надеждой Косаревой. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. С 18 по 21 сентября в Берлине пройдет международная выставка InnoTrans 2018. InnoTrans – одно из крупнейших событий транспортной отрасли. В этом году на ней обещают показать огромное количество новинок. Ожидается 130 мировых премьер в сфере транспортных технологий. Всего на выставке покажут свои разработки и концепты компании из 60 стран – от Египта, Бахрейна и Малайзии до Сингабура и Объединенных Арабских Эмиратов. От SkyWay на InnoTrans 2018 поедут новые образцы подвижного состава – высокоскоростной Unibus и 18-местный Unicar. Струнный транспорт на этой выставке занимает место среди инновационных проектов. В прошлый раз компания представляла свое видение будущего в Mobility Vision Lab вместе с такими проектами, как Hyperloop, Moon и Nex. InnoTrans определяет основные тренды и, судя по заявлениям со стороны руководства SkyWay, компания отразит все актуальные тенденции транспортной отрасли. С другими деталями будущей конференции вы можете познакомиться на нашем сайте. Глобальная комиссия по экономике и климату – это международная организация, которая занимается вопросами экономического развития с учетом экологических рисков. 5 сентября комиссия выпустила доклад, в котором описала экономическую и социальную выгоду современных экологических технологий. Авторы предложили ряд инновационных проектах в пяти направлениях – энергетика, город, землепользование, водные ресурсы и промышленность. Большинство предложений комиссий, которые касаются транспорта, уже сегодня реализуются в проекте SkyWay. В частности, струнный транспорт позволяет существенно сократить объемы вредных выбросов и создать более совершенную инфраструктуру. А система краудинвестинга SkyWay соответствует подходу, который справедливо испределяет прибыль и гарантирует, что переход к экологическому будущему будет выгодным. Подробнее ознакомиться с докладом Глобальной комиссии вы можете в статье на нашем сайте. Как известно, для привлечения средств в проект струнного транспорта SkyWay Capital использует инвестиционную модель краудинвестинга. Ее эффективность напрямую зависит от активности участников и развития партнерской структуры. Ключом к построению такой структуры стало проведение презентаций SkyWay Capital по всему миру. 3 сентября презентация SkyWay Capital прошла в городе Ашкелон в Израиле. За 6 часов участники обсудили перспективы работы в командном бизнесе, а также проработали стратегии для реализации предпринимательских проектов. 6 сентября состоялась презентация компании в городе Резигне, Латвия. На встрече присутствовали новые партнеры проекта, которых познакомили с технологией SkyWay, перспективами развития струнного транспорта в Латвии, а также возможностью сотрудничества со SkyWay Capital. Узнать другие подробности регионального развития SkyWay Capital вы можете на нашем сайте. Деловой журнал OfficeLife опубликовал интервью с генеральным директором проектной организации ЗАО «Струнные технологии» Надеждой Косаревой. В центре внимания были тренды развития транспорта и рынка труда, особенности стартап-строительства в Беларуси и перспективы технологии SkyWay в мире. В интервью Надежда Геннадьевна обращает внимание на характерный для современности дисбаланс между IT и реальным сектором, недостаток инженеров и проектировщиков. А говоря, SkyWay отмечает конструктивность подхода к созданию транспорта, заложенную в технологию. Полную версию интервью вы можете найти на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах каждую неделю, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok